Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще бы! Он захлебнулся! Его просто откачали! Но потом он рассказал И рассказал интересную вещь, почему я связываю с тем, что сказал перед этим с течением времени в галактике и у нас Он рассказал следующее что, говорит, вот пока я был в этом бессознательном состоянии это сколько там? Ну минуту, может быть, ну две Передо мной совершенно спокойно психологически в реальном совершенно времени прошла вся моя жизнь Причем не просто она прошла, а прошла совершенно спокойно, так как вот я жил Но при этом она прошла с нравственной оценкой всего того, что я совершал в своей жизни А я совершал, говорит, очень много Ну и как каждый человек чего только он не совершал Все прошло с нравственной оценкой Вот я сейчас и вспомнил это гиперпространство этого Како и вот этот рассказ Владимира Сергеевича Соловьева И действительно так подумал Ведь у нас состояние психологическое наше состояние каково? Мы ощущаем ощущаем себя бесконечно живущими Да, мы знаем, конечно, что все умирают Это верно, да Но ощущение бесконечной жизни Таково оно в основном И эта бесконечность она является своего рода сильнейшим соблазном Я бы сказал, даже препятствием подчас человеку в отношении того как бы решить самый основной вопрос жизни Зачем я живу? Столько у нас всяких проблем возникает Столько интересов Столько различных случаев Что даже не хватает времени подумать Решить главнейший вопрос, кажется Главнейший же вопрос А все-таки, зачем я живу? Это же чрезвычайно важное важное явление в человеческой психике И если этого вопроса не возникает перед человеком Зачем я живу? То в таком случае он, оказывается опускается на уровень на уровень четвероногих Ну, не обязательно четвероногих Может, и летающих, и ползающих То есть, у которых нет этой мысли Нет Нет, они живут как? Просто живут и все И больше ничего И вот, оказывается, человек может тоже оказаться в таком же состоянии Даже не решить себе вопроса И не подумать о том Как он может быть решен Вопрос Зачем я живу? То есть, ответы могут быть самые разные Я не знаю Меня родили Я тут ни при чем Ну, это, так сказать, знаете Как самооправдание Я не хочу думать Меня родили Я не знаю Как это появился человек вообще И зачем он вообще существует Сколько угодно Но Мы знаем, что Напротив Над этим вопросом Всегда думали Всю историю Те люди Которых Ну, обычно мы называем Это мыслители Или лучшие, если хотите, люди Которые Самым серьезным образом Относились К тому, что они существуют Зачем? Почему? Для чего? И вообще Это свойство Естественное Свойство Человека Даже вот Когда у него полно суеты всякой То Наступает момент Когда Вдруг он Скажет Ну, это все суета, суета, суета Надо то, надо то, надо другое Десятое, двадцатое Так, а дальше что? А в конечном счете Мы решаем массу проблем Частных Но Если человек не решает Проблемы Единой И общей А зачем все это? Точка Последняя точка Есть? Есть Так и Каково же решение? Без решения этой проблемы Человек Действительно Уподобляется Ну Подобится Ну Становится Всем Ну Неразумным существам Но человек то Все таки Правда странно Но биологи определили Его вид Как гомо сапиенс Хотя на самом деле Если посмотреть на Человеческую жизнь Как она Протекает К чему приводит То это не гомо сапиенс Конечно А сапиенс Это разумные А уже На каком бы языке это назвать бы Что человек неразумный Гомофатос Или Мовэ Я не знаю какой В общем На разных языках это будет звучать По-разному Но Самое главное Что Большей частью Мы сталкиваемся с тем Что человек как раз Неразумный Всю историю Только и делает Что он Живут Грабят Убивают Проливают Кровь Воюют Изобретают Наконец Сейчас Доизобретались До того Что называли В 19 В 20 веке Самой страшной войной Это Великую Отечественную Мировую войну Ну Но теперь мы все понимаем Что даже и та Мировая война По сравнению с тем Что нам Предвещает Современные Технические Достижения Это будет даже Игрушка Где же смысл жизни А где же Решение Задачи Как-то недавно мне пришлось Выступать И с чего я начал Лекциям Это С цитаты Достоевского Который сказал Без высшей идеи Ни человек Ни нация Не могут существовать То есть В каком смысле Физически-то Они живут Но Что это Такое Без высшей Идеи И Какова же Это высшая идея О Были времена Когда высшая идея У всех народов Поголовно Знаете Это все-таки Был Бог Вера в Бога Причем Знаете Интересно Что когда я начал Преподавать В Академии То У меня был предмет Как раз Апологетика И Я начал искать Всюду Думаю Как современная Историческая наука Нашла ли она Были ли все-таки Какие-то племена Или народы Которые Не верили в Бога Ну были атеисты Ну материалисты Ну жили как живут И все Ни одного Не нашли Я помню схватился Где-то в магазине Увидел Человек без религии Я тут же ее покупаю И смотрю Господи Какая чпуха Все пишут Все верующие По-разному То есть Идея Была Но Чем Прогресс Так называемый Я не знаю какие кавычки Поставить уже Извините Да Развивается То Оказывается Эта идея Начинает Как-то Меркнуть И Подменяться Другими вещами И в частности Что очень интересно Чем подменяется Ну ладно Не только этим Монстром Научно-технического Прогресса Который Который сейчас Породил Искусственный Разум И который Грозит уже Покорить Человечество Уже скоро Да Скоро мы Будем рабами Этого искусственного Интеллекта Что интересно Даже когда дело Касается Религиозной Идеи Что особенно Меня поражает Может быть вас тоже Как-то Говорят Есть Высший Разум Мировой Разум Есть Другие Говорят Богов Очень много Да-да-да Богов Сколько угодно Все есть Все это Является Ничем иным Как боги Это есть Порождение Какой-то Высшей Энергии Всемирного Интеллекта Всемирного Разума И так далее Но Совершенно Исключается Сознательно ли Ну у кого-то сознательно Но в основном Бессознательно Исключается идея Бытия Личного Бога Безличный Кто он? Абсолют Высший Разум Высшее сознание Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста Да Но личный Бог Нет-нет Замечательно Почему? А если Есть Высший Разум Значит Это Один Монотеистических Религий Их всего Раз Два Общался Христианство Мусульманство Которое Появилось Через Семь Столетий Иудаизм Который Кажется Был до этого И все Кто же тогда Этот бог Каковы отношения Человека С ним И Перед чем Оказывается Тогда Стоит Человек Потому что Высший Бог Если Личный Бог Это значит Что? Как и Личное сознание Значит Есть Вечное Бытие И Ответственность О нет Это не надо Да здравствует свобода Только не ответственность Особенно посмертная ответственность Это вообще Ну что вы Нет Нет И нет Нет Почему нет Потому что Нет И все Как я читал в одной книжке Нет Не хочу Ну так вот Видите Какие иногда приходят Естественно Вполне Мысли Перед Не только лицом того Что наблюдаем сейчас Но и перед лицом того Что Было Хотя бы Ну в самых основных Параметрах Нашего Нашего Бытия Мы Много говорим О частных Всяких проблемах О всяких проблемах Мы можем Говорить о политике Да сколько угодно Да умопомрачение Можем говорить Об экономических Научных проблемах С удовольствием Сколько угодно Одна Только проблема Которая Куда-то Прямо как Ускользает Какой же Смысл Нашей Жизни Моей Ведь каждый Прекрасно знает Что у каждого Он не знает Не знает Правда когда Есть последняя точка Какая она В двадцать Пятьдесят В сто Лет Это неважно Время Последняя точка Так И какой же смысл Никакого Есть такой ответ Или есть Перед лицом тех Не только просто ответов Чех-то Домыслов Или умозрений Или предположений Но когда Говорит религия То она Апеллирует Совсем уже Не к тому Что кому-то Как кажется В данном случае Речь вот не о том Как кажется Это не просто Философские Рассуждения А здесь Речь идёт О грандиозном Опыте Человечества Который Подтвердает С огромнейшей Силой Наличие Этого Личного Разума Разума Который Правда Так Очень Долго И был Личным Разумом Или Личной Справедливостью Но Потом Вдруг открылось Что это Личная Любовь Это Совершенно Новое Явление Новое Которое Появилось всего 9000 лет тому назад До этого Что было Разум Справедливость И недаром Даже Все Древние мыслители Они В соответствии с этим И называли Высшие Ценности Человечества Высшие Какие же это Высшие 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 Ценности Да Их Называли Четыре Мудрость Мужество Справедливость Умеренность Обратите внимание Слово Основное Каждое Качество Важнейшее Любовь Отсутствует Высшие Ценности А Любви Нет Вот это Это Поразительно Христианство Назвало это Язычеством То есть Полным Искажением Самой сути Природы Человека Да Да Вся Природа Говорит Что Высшие Ценности Является Является Любовь И Вдруг Этого Нет В четырех Высочайших Кажется Принципах Очень Интересно Недаром Христианство Было встречено С Таким Напором Борьбой С Ненавистью Христа Вообще Распяли Какая Любовь Нет Любовь Что Это Противоречит Я бы сказал Какой стихийным природным Зверским Я бы сказал Свойством Которое Присутствует И в человеческой Природе Христианство Вот Что Объявило Это Высочайшее Открытие Которое Мир Не знал Да Именно В полном смысле Слово Не знал Это Открытие Прозвучало Вспыхнуло Захватило Какую-то часть Человечества Работало Действовало Но Как и все В нашем Человеческом мире Все Что связано С необходимостью Личной Работы Личного Усилия Усилия Причем над чем Гору сдвинуть Ладно Это можно Но Бой Самим собой Есть самый Трудный бой И победы Из побед Победы Над собой Нет 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 Что угодно Только не над собой Над чем собой Что это значит Ну это вопрос уже Который тоже очень интересный Очень важный И он как раз Является одним из главнейших Я бы сказал Направлений Или компонентов Этого общей Задачи Человеческой жизни Главнейшая Которая Я сказал Ну так Я не буду Два с половиной часа Говорить А то я вас напугал Я понял Да Вот так Нет 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 Все Я окончаю Вот Я положил часы Причем не галактики наши А земные Часы Чтобы не ошибиться Вот так Так что Здесь Я К чему сейчас призываю Вот перед вами есть жертва В моем лице Вы можете теперь делать Ну не делать А говорить Делать все что угодно Задавайте что угодно Мне интересно Конечно узнать Чем Что сейчас волнует Более всего Более всего Современного человека Современную молодежь Ну только пожалуйста Не животные вещи Это все Поэтому всегда Человек двусоставен Я понимаю Двусоставен Это все естественно И все эти Всякие животные вещи Ну все это понятно Присуще Человеку Но тут и говорить нечего Тут ясно что Смысл жизни Какой Комфорт Для чего Для того Чтобы тебя с музыкой В каком-то государстве Хоронили А в другой Без музыки Как например мне рассказывали Как я прилетел В Женеву И мне наш представитель Епископ говорит Как тут хоронили Одного государственного деятеля Экуменического Кстати деятеля В соборе Там собор кальвинистский Поставили его портрет Собрали со всего мира Представители Такие речи произносят До чего же он был хорош Ну лучше в мире Знаете как и положено Вот так вот Да А в это время С его машиной С катафалком Проехал Тут там двор большой Самый дальний угол И стояла машина А в это время Восхваляли его И так далее И вспоминали Потом все закончили Перед портретом И разъехались Ну и родные Поехали с катафалком Куда? Ну на кладбище Куда же еще И смысл окончен Ну интересно Он мне Когда рассказал это Я говорю Ой, слава богу Что у нас все-таки не так Все-таки Немножко иначе Все-таки Какая-то связь С человеком У нас душевная Сохраняется еще И даже с покойным Человеком А там же совсем А почему так делается? Нет смерти И не надо напоминать Никакого гроба Никакого покойника Не смотрите Нет В ужасе Нет Бедные люди Бедные люди Как трудно Умирать таким Когда она Вдруг неожиданно Костлявая Вдруг появится О боже мой Действительно Это так Но слава богу Что мы живем В эпоху Все-таки Когда еще Христианство остается И даже остается Православие То есть остается еще Самое Ну Верное Зерно Христианство Которое Возвещает О том Что Есть бог Личность Неуничтожима И Человека Ожидает Ожидает Вечность Причем Эта вечность Зависит От От Некоторых условий Человеческой Жизни Есть главные условия Есть Рассепенные Они Так сказать Очень важны Конечно Но в целом Я вам скажу И Говорится об этом В лице Важнейших Церковных Авторитетов И В целом Если исходить Даже Из самой Идеи Бога Любви Что в целом Человека Ожидает Все-таки Блаженство Любви И Радости Для Этого Только мог Сотворить Человека А уже Какие Здесь Есть Многие Нюансы Ну Это уже Вопрос Другой Это уже Богослово Этим занимается Ну Ладно Если что-то такое Есть Действительно Что надо бы Верно Обсудить нам Все вместе Мы же читаем Мы же слышим Мы же видим И я думаю Что стоит нам Обсудить Не только для себя Но и для всех тех С кем мы общаемся И потом Многие из нас Могут быть И как раз Да Работать и действовать В обществе И это очень много Значит Что мы можем Сказать Людям С которыми Встречаемся Если у кого-то Что-то назрело Всегда Первому очень страшно Всегда страшно Друг Алексей Ильич Давайте тогда я возьму На себя такую ответственность Задам первый вопрос Ну давай Давай Я бы хотел Такой достаточно Глобальный вопрос Вам задать Ну Все мы знаем Что наша Религия Православие Достаточно Непростая религия И вот Часто я слышу Такие вопросы Там Касаемо Таинства Святой Троицы Что это Что есть такое Как это объясняется Кто есть Сын Кто есть Бог У меня часто Просто бывают Такие скажем Дискуссии С представителями Других религий Там Я для себя Примерно понимаю Что это Есть Конечно же Не до конца Мы как бы Все учимся Все пытаемся Разобраться Ну вот возможно От вас я бы хотел Услышать такое Простое Разъяснение Как вот В этих дискуссиях Объяснять Людям Которые Далекие Скажем От православия Как может быть И Сын Божий Богом И Кто тогда Его Отец Кто есть Бог Вот я часто Слышу такой вопрос Наверное даже Хотят Как-то Поддеть Задеть Я думаю С такими помыслами Задают Я стараюсь отвечать Ну возможно Какое-то более простое И доступное Объяснение Вы бы смогли бы дать Спасибо Да Это самые Конечно трудные Когда Когда вещи Которые Буквально Находятся За границей Кажется Возможного Нашего Понимания Попытаться Объяснить На уровне Нашего Понимания Вы знаете Когда ученые Проникли В ядро Атома То они оказались Точно перед Такой проблемой И пишут Что они написали В конечном счете Что оказывается Законы Нашего Вот этого Макро Мира Внешнего Совершенно Неприменимы К законам Микромира Вы можете представить И совершенно невозможно Поэтому выразить Процессы Которые Происходят Там В области Микромира На уровне Понятийного аппарата Того В котором мы живем Это макромир Это наш Обычный мир Невозможно Поэтому Они Чего только Не начинают Думать Ну например Ну электрон Что это такое Ну это самый простой Такой пример Доступный всем Наверное Частица или волна Он в одних условиях Проявляет себя Как частица В других Как волна И они наконец Думали Думали И наконец Придумали По-английски назвали Вейвикл Волно Частицы Что это такое Ну что это Ну он проявляет себя То как Так То эдак И просто В зависимости от ситуации Мы можем его представлять Таким Или сяким образом Я к чему хочу сказать Оказывается Даже материальный Микромир То есть вот это Материального Даже Мира Область Какая еще Вполне доступная Исследование Уже Практически Почти невыразима На нашем Обычном языке А как Объяснить тогда Там реальности Которые Не имеют понятия Вот Попробуйте Не было бы у нас Например Понятия горький Вот как вы объясните Что это горькое А слова горький Нет Вот например Исследовали Исследовали Язык Одного Из африканского Племени Знаете Какая любопытная вещь У них Есть Это я читал 33 Понятия Различных Походок Но Нет Слова Походки Представляете Общего Понятия Не существует Нет И все Вот у нас Есть понятие Вкус Хорошо А что такое сладкое Объясните мне Вы можете Вы можете Объяснить Что такое сладкое Если я никогда Не пробовал Что такое сладкое Ну Невозможно Объяснить Это Или горькое И это касается Очень-очень Многих вещей Многих Духовный Микромир Только усложняется Здесь тем Что уже не материя Которую можно пощупать Потрогать Так А духовный мир Ну Есть Дело в том Что В самом начале Библии говорится Человек Есть Образ Божий Это да Так Бог Разве тело имеет Ну Нет А что же тогда В каком смысле Образ Божий И вот Если касаться Уже Тех Наших Самых Авторитетных Я бы сказал Учителей Которые Пожелали Все-таки Приблизить Понимание Образа Троицы К Человеческому Восприятию Говорят Следующее Образ Божий Состоит В чем У человека Есть ум Ум Который Который Является Источником Мысли Слова Есть Дух Третья Сторона Третья Сторона Человека Ум Мыслью Слова И Дух Как Ум Рождает Слова Слова Говорят Бог То, что мы называем Бог Отец Обратите внимание Что слово Или мысль Неразрывно с умом Ум не может существовать Без слова Без мысли И слов Без ума И Дух То же самое Обязательно Дух присутствует Вы знаете Даже есть Дух книги Вот у меня там Лежит Валяются там Некоторые буддийские Книги Я как-то Пытался Знаете, значит Я просто не мог У меня голова заболевает И все Ну не от того, что трудно понять Я чувствую прям Ну дух Такой Просто заболевает Действительно голова Вот это вот Что такое Вот это все, что мы видим Это Ну что это Ну то, что сделали люди Правда же? А что это? Это Ну Человеческая мысль Какая? Воплощенная В стекле В дереве Еще Все Это же Воплощенная Мысль Вы слышите? Не ум А мысль Воплощается Но и при этом Присущий Дух Потому что Воплощение бывает Самого разного характера Бывают Отвратительнейшие Безобразные Кощунственные Развратные И какие угодно Дух Все Мысль А дух Нравственное состояние Совсем другое Но всего это является источником Ум В общем Объяснить так Так Я вам сошлюсь на авторитет Такого Григория Богослова Это считается Это отец четвертого столетия Один из умнейших Кстати И авторитетнейших Богословов Православной церкви Не только православные Католики Конечно Скажут Так Так Он объясняет И говорит так Что Образом Троица Бога Является Троица Человек Ум Нус Второе Логос Слово Мысль И третье По-наего по-гречески Дух Вот как можно Примерно Понять Что такое Бог-Отец Вечно Рождающий Сына И вечно Присущий Здесь Дух Вот примерно Так Вы понимаете? Вы понимаете? Я не очень понимаю Но большего Большего Я не знаю А то, что Дух реален Оооо Дух книги Дух семьи Что вы? Дух народа Это же реальность У меня был случай Когда я в Помпеи был И зашёл в одно В одно здание Но не скажу Всё-таки по любопытствам Я потом Очень долгое время Вы знаете Грязный осадок Очень долгое время Несколько месяцев Я не мог Как знаете Как печать Грязная печать Знаете Приложился вот на душу Грязная печать И не знаешь Как отделаться от этого Пока это прошло Это ощущение Ух Как интересно Сильно Действует Вот Бог Отец Образ ума Бог Сын Логос Сын Который Воплощается Слово же Мысль Воплощается И вот Дух Это третье Который Что присутствие Всё это человеческое Вполне реальное И понятное Вот Образ Бога Троицы Другого способа Как-то представить наглядно Очень трудно Вот По поводу Тоже Такой Ну наболевшие Немного Современные технологии Вот в нашем мире Да И То вот как мы их Используем Там Гаджет Разные Телефоны Что мы Постоянно погружаемся В этот поток информации И В некотором роде Не можем из неё Как бы сами освободиться То есть Становимся её заложниками И Ну Как-то Больше технологий Занимает Место в нашей жизни И То есть Потом ты не можешь Как-то выбраться Из этого И Не хочется После этого Как-то Там Молиться что-то Ты Немножко потерянный Становишься И Хочется как-то Понять А где вот та грань Чтобы не Что-то не смотреть Не Не тонуть Да Не тонуть в этом Избытке Информации Ну Ты То есть Задал вопрос О так сказать О характере духовной жизни И как возможно Здесь Здесь Сохраниться Насколько Это Хватит сил От того Что Уводит человека Я бы сказал От действительно Насущной Его жизни Потому Что Есть вещи Так Низшего Порядка Без которого Просто не может существовать Наше тело Мы не можем Существовать В этих земных условиях И Мы должны Так сказать Ну Сделать все необходимое Чтобы это было И в то же время Сейчас Вот В связи С этим Потрясающим Развитием Научно-техническим Мы оказались Перед лицом Уже Второй Природы Вы понимаете Что Это уже Вторая Природа Первая природа В которой мы Родились Произошли А Научно-техническая Это уже Другая Природа Вторая Природа И Вот мы Сейчас Оказывается Обвергаемся Постоянно И Путем Внешнего Воздействия И Путем Внутреннего Включения Постоянно Оказываемся В атмосфере Этой Второй Природы Здесь Требуется Разум Но Главное При этом Что Это Направленность Его Воли Киреевский Иван Васильевич Киреевский Наш русский философ Сказал, что Человек Это Его Вера Вера Оказывается Не Не Набор информации Который У нас В голове А Это Направление Его воли Что Я хочу И К чему Я стремлюсь А Для Этого Надо Понять Смысл Своей Жизни Зачем Я Живу Если Человек Действительно Убедился И Понимает Что Перед Лицом Вот Тех Разнообразных Ответов Которые Мы видим О Смысле Жизни Я Наконец Вижу Что Наиболее Разумные И Отвечающие природе Человека Это Есть Христианство Это Есть Бог То Здесь уже требуется Соответствующее Знание того Как Следовать Своей жизни Этому Богу Как Соответствовать Ему Потому что Вы знаете Бог Он есть Все во всем Своего рода И вот как Следовать этому Здесь уже требуется Воля И Знание Есть Такая наука Аскетика Которая Говорит О Принципах Именно Внутренней Духовной Жизни Человека Но Она Прежде всего Требует Какова цель Вот Вся жизнь в целом Хорошо У тебя много целей А какова цель Твоей жизни Он сейчас Читаю Скончался какой-то Там Наверное Миллиардер Не знаю Глава Какой-то Фирмы 55 лет Раз И скончался Представьте себе Громадные труды Все Чего там не было И скончался Зачем ты жил? Я думаю Когда человек такой Умирает И вдруг Ясно Вдруг Увидит Что он Действительно Уже на самом деле Умирает Можно себе Представить Какой Это ужас И все Строил Строил Я дом Построил И в мгновение Ока Все сгорает Вообще Я вам скажу Что Одно из тяжелейших Переживаний человека Когда он Над чем-то Усиленно Работает На это Тратит Действительность Силы И время И вдруг Оказывается Обнаруживает Оказывается Это чепуха Я вам скажу Это ужасная вещь Оказывается Я напрасно трудился Напрасно Все Не так Все Не то Оооо Это страшное Отчаяние Так вот Поэтому человек Первой задачей Его должна Должна быть Решить Все-таки Решить Прежде всего Реши Зачем Ты живешь Потому что Просто поддаться Потоку Жизни Это Животная Стихия Это просто Вся Низшая Весь Низший Животный Мир Это поток Бессознательный Поток Тут никакой мысли не надо А человек Он должен все-таки Решить Себе этот вопрос Отдаться ли Этому Животному потоку Или Решить Этот вопрос Для себя А если решит То тогда он будет Искать средств Как Достигать Той цели Которая для него Является Действительная Уже он понял И убедился Да Что это главная цель И Уже живет Соответственно С этой Твердой Целью Не с мыльным Пузырем Этого Какого-то Ну допустим Внешнего Благополучия Внешнего комфорта Это же мыльный пузырь Вы слушайте Ну бывший человек Его машину Раз у него Сосудик лопнул Раз у него Карьера вся лопнула Ну нет Ну уже понимаете Это все время Вер во что? В случайность В случайность И все А христианство о чем говорит? Вы знаете Кстати Один из Если хотите Догматов В человеческой Жизни Нет Случайностей Точка Нет Случайностей Представьте себе Здесь вера в случайность А вдруг? Авось Нет случайностей А что же тогда есть? Ответ Главнейший закон жизни Все случайное Что мы называем случайным? Все, что от нас Независящее происходит На самом деле Обусловлено Вызвано Имея своей причиной Оказывается Что же вы думаете? То, что мы Делаем В плане добра Или зла Сами Я обманываю Знаю, что я вру здесь Обманываю Я ворую Я завидую Я ненавижу Я желаю зла Я желаю добра Я хочу всем помогать Я пытаюсь сделать, как это возможно Я утешаю человека Я помогаю человеку Вы слышите? Я стою перед выбором Вот оказывается Это наше произвольное То, что мое личное Где я действую Вот этот выбор И определяет Является причиной Всего того, что случается с нами Независимо от нас Это один из законов Кстати, я хочу вам сказать Вот законы Говорят христианцы Есть какие-то духовные законы? Один из законов Нет случайностей А все обусловлено Чем? Моим Я терпеть не могу Эту штуку Я бы его съел живьем Кстати, все страсти Почему называются страсти? Потому что они порождают страдания Умираю от зависти о ком-то Ему и море по колено А я весь содрогаюсь Зеленею Кто страдает? Он Я Это один из законов Его выразил один из святых Четвертого-пятого века Марк такой подвижник был На него ссылается множество отцов Он выразил его так В таких словах Все непроизвольное То есть случайное происходящее Является следствием произвольного То есть того, что мы, я делаю Я Семья Народ Народ И тогда бывают и народные бедствия Человечество Или какой-то регион человечества Тогда с ними это происходит Вот, оказывается, есть закон А не потому, что какой-нибудь Гитлер там Или Сталин Или еще кто-нибудь Байден Или шо Нет-нет Они, знаете, кто? Эти собаки на привязи Которым Которым закон этот дает укусить Или пока держит, не дает до времени Только и всего Закон Духовный Кстати, этого не знаю даже Это удивительно Кстати, как бы в психологии было бы очень важно Обратить на это внимание Оказывается, человек О, кто является причиной Человеческая воля Является причиной всего происходящего Отдельный человек Группа людей Народ И так далее Вот как И тут же требуется усилие Для того, чтобы следовать тем нормам жизни Которые я избрал в качестве своего, если хотите, мировоззрения Это мое мировоззрение Мне никто не навязывает Я свободен Это мировоззрение Это мировоззрение Это мировоззрение Это мировоззрение Это мировоззрение Это мировоззрение Это мировоззрение